Огромный оползень в селе Арске обнажил старое захоронение. Страшная находка вызвала интерес как со стороны местных жителей и копателей, так и специалистов. Управление по охране объектов культурного наследия Ульяновской области поручило провести обследование разрушаемого археологического объекта в Арском, специалистам Института истории и культуры региона. Не одно захоронение, а, видимо, целый комплекс. То есть здесь, к северу от церковного комплекса, здесь старится реки, речки Сельдь. В результате, в общем-то, водных каких-то процессов пошел оползень. Он, в принципе, не впервые. Здесь оползни уже отмечались. И отмечалось, что эти оползни разрушают какое-то старое кладбище. Сейчас никаких внешних признаков кладбища нет. Единственные признаки – это разрушаемые оползнем человеческие погребения. В разрезе оползня заметны могильные ямы с человеческими костями и очень сильно истлевшим коричневым деревом, остатками гробов. Местные жители не помнят, чтобы здесь существовало кладбище. Отсюда вывод – захоронение древнее. Арский острог, а вместе с этим и человеческий, так сказать, военный гарнизон, здесь существовал как минимум с середины 17 века. И удивляться не приходится. Так что, скорее всего, это кладбище где-то второй половины 17-го, 18-го веков. Со временем надобность в этом кладбище перестала существовать. Ныне действующее расположено от прежнего примерно в километре к северу. По словам Юрия Симыкина, это не первый факт наличия анонимных кладбищ. Такие захоронения по нашей области многочисленны. Ну, такие кладбища с точки зрения археологии, такого сверхбольшого интереса для науки-то они не представляют. Увы, к сожалению, многие любители такого, что ли, вандализма просто выковыривают из таких разрушаемых погребений. Материалы религиозного характера, крестики, другие какие-то предметы. Как считает археолог, сейчас гораздо важнее обратить внимание на человеческие останки, которыми усыпан разломанный оползнем склон. Другой вопрос состоит в том, а как обходиться с разрушенными выпадающими человеческими костями из этих могил. Нехорошо, конечно, чтобы они вот так вот бесхозно, без всякого соблюдения обрядности, так и оставались разрушенными. По идее, может быть, с помощью каких-то волонтеров все это стоило бы собирать и просто перезахоронить. Но, как считают специалисты, это стоит делать, когда подсохнет земля в разломах. В настоящий момент передвигаться по оползню опасно. Можно с легкостью провалиться в метровые ямы, заполненные водой, или что-нибудь себе переломать. Однако, эта местность, по словам Юрия Семыкина, интересует археологов по другому поводу. Начиная с середины 17 века, по данной территории проходила засечная черта. Другими словами, здесь была граница российского государства. Здесь, в непосредственной близости от села Арского, проходит участок Симбирско-Корсунской засечной черты. Что это такое? Ну, большинство, наверное, жителей Ульяновска-то знают, что засечная черта – это оборонительная линия. Оборонительная линия в форме вала и рва, большой протяженности. До сих пор можно видеть элементы этой оборонительной линии или засечной черты. Небольшая возвышенность находится сразу после поворота в сторону Арского и тянется вдоль трассы практически до въезда в город. Сама черта – это линия, которая создавала довольно серьезную преграду для кочевников. А она не могла сама по себе просто существовать без всякого обеспечения какими-то охранными отрядами. Так вот, на черте возник целый ряд острогов, оборонительных крепостей. В дальнейшем остроги превратились в населенные пункты, существующие до сих пор. По словам специалиста, одним из них является Арская. Доказательством того, что этот населенный пункт существует несколько веков, служит еще один любопытный объект. Его можно заметить, проезжая к церковному комплексу села. Это странное сооружение – кирпичная сарочной формы, углубленная в землю, расположена слева от дороги. Предположительно, вот в этом месте располагались пороховые погреба. Почему? Есть даже топонимическое такое предположение, связанное с названием. Здесь совершенно рядом, вон буквально на горе располагается поселок Погребы. Название говорит за себя. Это не просто погребы для хранения продуктов, а именно пороховые погребы. К слову сказать конкретно, это сооружение функционировало буквально до конца 1950-х годов, но в последнее время там хранили отнюдь не порох. По рассказам старожилов, эти подземные сооружения использовались для хранения продуктов, возможно, мясных. При расчистке этого сооружения были обнаружены железные крючья, возможно, для подвешивания. Судя по всему, и по аналогиям с кирпичным материалом, сооружение это, как минимум, строилось где-то либо в конце 17 века, либо в самом начале 18 столетия. Этот погреб археологи открыли для себя в 2010 году. Тогда студенты Ульяновского педагогического университета под руководством Юрия Семыкина провели расчистку данного места. В том же году был поднят вопрос о реставрации и музеификации объектом, который имеет непосредственное отношение к истории нашего края. Предлагалось на этой территории создать музей засечной черты. Но, увы, этого не произошло. За 10 с лишним лет объект частично разрушен. Установленное ограждение уничтожено. Вандалы частично отбили кирпичную кладку. Хотелось бы надеяться, что этот объект у культурного наследия будет поставлен под охрану. Впрочем, в охране, реставрации и музеифицировании нуждается вся историческая территория Арского. Ирина Антонова, Даниил Сурков. Правда-то вы.